Расчески JRL Professional. Коллеги, друзья, всем привет! С вами Дмитрий Каждан. В этом видео я хочу вам рассказать про новые расчески от JRL Professional. Для тех, кто, возможно, не знает, JRL Professional это бренд, который начал свое восхождение с машинок для парикмахеров. Начали делать триммеры, машинки для стрижек, потом появились к ним рюкзаки, коврики, плойки, пеньюары, потом даже рюкзак появился. Ну, то есть очень-очень много всяких аксессуаров для парикмахеров стало развивать данная компания и создавать все для парикмахеров, все для барберов. И, собственно, вот буквально недавно мне, буквально, можно сказать, пару часов назад прилетели расчески JRL, которые, собственно, нужны нам для создания текстурных стрижек, быстрых стрижек, длинных стрижек, хвостики. То есть, короче, вот у них целая линейка под это все дело. Итак, представлены они, собственно, в трех, вернее, даже не в трех, а в двух цветовых решениях. Значит, собственно, вот такой вот благородный белый, такой, знаете, кремовый цвет слоновой кости, собственно, цвет, и вот такой вот мой любимый красный. Значит, более подробно про каждую расческу я запишу отдельное видео. Сегодня будет такой более вводный курс, я вам просто покажу вообще, что у них есть. Значит, давайте я все-таки буду рассказывать вам про красные расчески, потому что я все-таки люблю сам красный цвет. Ну, и, собственно, знаете, как компания JRL, наверное, в воду глядела, рассчитывала на то, что, наверное, я буду обозревать человек, который любит красный цвет, и будет рассказывать, естественно, про красные расчески. Итак, вот такие вот, значит, собственные расчески. Вот так выглядят они сзади. Я вам просто покажу, как выглядит задняя упаковка. Да, достаточно красивый, благородный цвет, и, собственно, самой упаковки, и, знаете, чем-то мне напоминает упаковку самой машинки. Вот что-то вот у них есть общее, собственно. Итак, давайте я вот начну с самой вот первой расчески, которая мне попалась. Я сразу вам хочу сказать, что расчески ко мне прилетели буквально пару часов назад, и я, соответственно, еще не сильно так вник во все это дело, в инструмент. Но судя по тому, что я уже вижу, я все-таки уже занимаюсь подбором расчесок уже не первый год, значит, вот такая вот расческа. Как по мне, она имеет длину порядка 19-20 сантиметров, на мой взгляд. Расческа довольно-таки тонкая, имеет тонкий обушок, поэтому вы можете делать и выполнять тушевку как триммером, так и ножницами. То есть, вот эта расческа, как по мне, больше всего под эту функцию подходит. Следующая расческа у нас идет вот такая вот лопатка, расческа под машинку, под ножницы. То есть, как по мне, она немножко даже вот где-то универсальная, потому что она довольно-таки неплохо гнется. Как вы знаете, все, что гнется, в принципе, подойдет как и под машинку, так и под ножницы. То есть, если довольно-таки они сильно сгибаются, ну, как по мне, как по мне, все-таки под машинку надо, чтобы расческа была все-таки пожестче, чтобы она не так сильно гнется, как вот здесь. Но тут компания JRL решила, сделали, ну, это их, собственно, дело. Значит, вот такая вот расческа именно под машинку, под триммер, под ножницы вы можете ее использовать. Значит, следующая расческа, то есть, довольно-таки длинная расческа, как по мне, на первый взгляд, ее длина в районе 23 сантиметров. Значит, соответственно, такие расчески рекомендуется, как правило, использовать на длинных волосах. Следующая расческа у нас, ну, как по мне, так здесь у нас все 18 сантиметров, поэтому подойдет прекрасно для создания формы на короткие, средние и длинные волосы, если вы еще и вдобавок практикуете более точные формы, то есть, расческа для точности. Это как по мне, да, то есть, ну, я, опять же, провожу хронологию с другим брендом. Значит, следующая расческа тоже достаточно длинная. Обратите внимание на зубцы, они, как вы видите, довольно-таки нечастые, достаточно редкие. И, соответственно, данная расческа подойдет, ну, как по мне, мастерам, которые работают с текстурой, со слоями на длинных волосах, там, где не нужно сильное натяжение. Вот такая вот расческа. Следующая расческа имеет длину, как на мой взгляд, ну, порядка 19-18,5 сантиметров. Вот так она выглядит. Она достаточно универсальна. Также подходит под короткие, средние и длинные волосы, под тушевку, мужские и женские стрижки. Ну, вот я говорю, кому нравится работать с длинными расческами, то вот имейте в виду 19 сантиметров. Ну, это, опять же, на мой взгляд. Следующая расческа, как по мне, имеет длину в районе 21 сантиметра. Подходит также для создания ровных линий, подходит для создания слоев, опять же, на длинные волосы 21 сантиметр. Так, и еще у нас здесь есть расческа 19 сантиметров. Как вы видите, здесь есть частые и редкие зубья. Значит, опять же, эта расческа подходит как для создания мужских стрижек, женских стрижек, там, где должно быть слабое натяжение, и там, где можно простричь мягкие слои. Ну, опять же, как по мне, человек, который знает про расчески, многие, да, многое, да, то есть я вот думаю, что, уверен даже, да, что эта расческа подходит именно для этого, судя по тому, какое расстояние между зубцами. Так, ну и две расчески, которые здесь тоже еще представлены. Это у нас два хвостика. Значит, первый хвостик, он имеет довольно-таки далеко нечастые зубья, они редкие. Естественно, этот хвостик проходит для мелирования волос, и там, где вам, если не нужно, чтобы начес был достаточно сильный. То есть хвостик со спицей, кстати, еще. Так, и, соответственно, замыкает наш аккорд, значит, расческа, хвостик с цельным пластиком и, собственно, полностью цельным пластиком. То есть спица здесь пластиковая, да. Кстати, по поводу пластика, значит, пластик здесь тоже какой-то слой мега-суперпластик. Значит, выдерживает температуру на 240 градусов, термостойкий довольно-таки, да, то есть, и еще что, самое-самое, знаете, такое вишенка на торте, что мне показалось довольно-таки интересно в этих расческах, так это то, что у них на зубцах, друзья мои, есть, знаете, такая вот некая рифленность, да. То есть здесь, конечно, вам не видно, но поверьте мне, у нас, опять же, когда я буду записывать полноценный обзор, я вам визуально покажу, что вот здесь на каждом зубчике есть некая рифленность, чтобы был некий сцеп, хороший сцеп, когда вы вычесываете волосы, да, когда вы оттягиваете вверх, чтобы зубцы придерживали волосы и вы могли более четко, ровно сделать хороший вычес. То есть это тоже довольно-таки неплохо, причем, что этот, эти, вот эта рифленность, да, она есть как на частых зубцах, так и на редких зубцах, то есть везде, собственно, эта рифленность на зубцах присутствует. Это, я так понимаю, их фирменная штучка, так же, как и вот этот зуб, который, да, там позволяет делать довольно-таки четкое разделение. Вот, а так, в целом, довольно-таки тонкий обушок, приятный пластик на ощупь и, что самое интересное, пластик, сразу вам говорю, здесь специальный, который так же не позволяет выскальзывать из ваших рук, то есть он достаточно такой, ну, приятный, шершавый немножко, вот, и, собственно, я думаю, что если вы будете использовать эту расческу, она у вас не будет выскальзывать из рук. Вот, тоже довольно-таки молодцы, что это все продумали. Значит, что еще интересного? Ну, вот, на самом деле, по поводу вот этих ромбиков, я не знаю, для чего они их сделали, сразу говорю, не задавал вопрос, вот, может быть, это какая-то, ну, может быть, орнамент, может быть, какой-то узор, вот, не задавал вопросы, если честно, да, не могу сказать. Единственное, вот, что вот мне вот кое-что не дает покой, так вот этот зуб, который, вы знаете, имеет вот некую вогность здесь, скорее всего, это для того, чтобы делать угол 90 градусов, ну, уж больно, он мне напоминает один бренд, о котором вы знаете, я думаю, вот, у него такая же история, может быть, именно для этого, то есть я еще вот не задавал вопросов, потому что, я говорю, опять же, получил расчески более двух часов назад и быстро записывал вам видео. Вот, также расчески гнутся, сразу говорю, о карбоновых расчесоке у Джерел я еще не встречал и слышал, что они есть, но именно рабочих вот таких вот расчесок я карбоновых не видел, по крайней мере, сразу для любителей карбона, отвечая на этот вопрос. Значит, самое главное, что температуру 240 выдерживает, ну, собственно, как она себя покажет в работе, конечно, я об этом буду дальше вам записывать видео, буду рассказывать все подводные камни, нравится мне, не нравится. Тоже буду с вами делиться в своем инстаграме, буду делиться здесь в своих видео, поэтому не забывайте на меня подписываться, смотреть рекомендованные видео, нажимать, самое главное, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеообзоры про расчески Джерел. Кстати, если вы, например, работали этой расческой или уже работаете этой расческой, напишите вообще, как эта расческа вам нравится, не нравится, потому что я, опять же, уже буквально только как пару часов тестирую только одну расческу, да, то есть у меня уже свои есть видения относительно вот этой расчески. Вот, друзья мои, в принципе, на этом все, что я хотел вам рассказать в этом видео, спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца, если оно было вам полезно, обязательно впилить лайк, поделитесь этим видео с друзьями, потому что, ну, очень важно услышать мнение каждого. И вот я, кстати, знаете, что думаю, может быть, разыграть эту расческу, как вы думаете, то есть, может быть, если вы хотите ее получить, то напишите в комментариях, хочу розыгрыш, вот, ну, и посмотрим, много ли желающих наберется, если же наберется достаточно большое количество желающих, то, соответственно, я одну из этих расчесок, ну, я ее разыграю, собственно, в своем следующем видео. Поэтому пишите, оставляйте комментарии и до новых встреч, с вами был Дмитрий Каждан. Пока!